Да, мы в эфире. Ребята, всем привет. Привет, Олимпийский! С вами Полина Волчек и Кристина Думанская. Возвращаясь к теме организации проведения чемпионата России 2018 года, мы собрались здесь, чтобы обсудить все насущные и самые животрепещущие вопросы, которые возникли у вас, у нас и у многих других в процессе организации и подготовки к мероприятию. Поэтому, наверное, хотим начать с того, что у нас. Подписывайтесь на наш инстаграм, у нас там новый конкурс, у нас заявлен медведь. Поэтому, ребята, все те, кто подпишется, оставят комментарии, поставят хэштеги необходимые, там все указано. У вас есть возможность прекрасно, уникальная, выиграть нашего фирменного талисмана, маленького белого мишку мы с радостью отправим тому, кто будет соответствовать всем требованиям и обязательным элементам, указанным в посте. Поэтому в инстаграме все есть, мы вас там ждем. Дальше, продолжая, наверное, непосредственно к разговору о самом чемпионате, о мероприятии, в этом году мы проводимся в Сочи. Время даты проведения чемпионата у нас 3, 4, 5 апреля. Расписание чемпионата будет известно у нас позже, после закрытия приема заявок на PoolSport и после закрытия приема заявок на Artistic Pool. То есть это у нас где-то ближе к 25 марта. Поэтому все вопросы по точному расписанию будут известны ближе к концу месяца. Вот сейчас можно сказать, что третьего мы рассчитываем дать всем участникам возможность предварительно опробовать площадку. Четвертого будут предварительные соревнования и основные соревнования категорий любители, профессионалы PoolSport, любители и полупрофессионалы Artistic Pool. И 5 числа у нас заявлены финалы всех категорий, всех дисциплин. Если у них были предварительные, то все финалы будут проводиться 5 апреля. После этого 6 мы планируем большой грандиозный гала-концерт, гала-шоу-вертикаль. У нас совершенно новая, уникальная тематика в этом году. Мы об этом говорим чуть позже, ближе к окончанию эфира. Это все будет происходить в Красной Поляне, в большом концертном, достаточно большая концертная площадка Sky Concert Hall. Об этом тоже мы поговорим чуть позже. 7-8 у нас в плане мероприятия мастер-классы с участием замечательных вообще приглашенных звезд. К нам приезжает Бенедиктор Ринальди из Франции. К нам приезжает Коко Кихонг из Китая. Поэтому этому всему мы уделим достаточное количество времени в конце эфира. Сейчас предлагаю разобрать еще основные моменты, которые у нас идут по вопросам. Мы просили вас оставлять ваши вопросы и комментарии под соответствующим постом, либо писать в директ. Поэтому начинаем, наверное... Начинаем? Уже пошли, да? Мы начнем с тех вопросов, которые пришли к нам в первую очередь. Основные вопросы были по площадке и по исполнению технических элементов. Все технические вопросы я передам очередь Кристине. Сейчас еще пару слов скажем о площадке. Площадка это спортивный комплекс юность. Установка пилонов будет в принципе аналогичная прошлогодней системе. Размеры сцены. Глубина 6 метров на 10. Пилоны с улучшенным покрытием. Это, боже мой, какая-то... Это медь. Медь, да, они смедненным, улучшенным сцеплением. Они не обжигают кожу. Расстояние между пилонами 3 метра ровно. Высота пилонов 4 метра, 4,10 плюс-минус. Помимо этого, что можно сказать? Можно сказать, что... Режимы, не знаю. Режимы, правильно. Режимы. Если вы смотрите лицом на зрителей, лицом на судей, по правую руку у вас статичный пилон, статический. Если вы соревнуетесь в категории в дисциплине полспорт, по левой у вас будет динамика. Если вы соревнуете в дисциплине артистик пол, у вас будет возможность выбрать, какой пилон вы предпочитаете для себя статический, какой пилон вы предпочитаете для себя динамический. Но, тем не менее, несмотря на все то, что мы только что сказали, если у вас возникают какие-то вопросы, в первую очередь мы рекомендуем вам всегда обращаться к правилам. Очень много документов загружено на сайте poolsports.ru slash чемпионат. Там указаны и данные правила по полспорт, по артистик пол, и вместе с правилами технические определения к площадке, пожелания к костюмам, к музыке. Все есть там. Поэтому при возникновении любых вопросов обращайтесь к правилам, и потом, если вы уже не нашли ответ на ваш вопрос, мы с удовольствием вам подскажем и поможем решить ваши задачи и проблемы. Теперь слово Кристине. Я думаю, что у нас было также достаточно много вопросов по технической части, по трюкам, по элементам, поэтому я вот, наверное, предложу тебе продолжить всю эту историю. Да, давай. Ну, да, ребят, я сначала отвечу на те вопросы, которые были предварительно заданы, потом отвечу на вопросы из чата, если таковые будут, именно по вопросам судейства, а не организации. Организация – это полейная часть. И потом, в принципе, какие-то моменты, которые мне бы хотелось до вас донести, на которых обычно люди запарываются, извините за выражение, я их тоже обозначу. Значит, вопрос номер один. Хотелось бы разъяснить динамическую комбинацию, желательно с примером. Ну, примеры я вам насколько смогу на пальцах объясню. В целом, ребят, вопрос хороший, потому что, наверное, из всех технических бонусов динамическая комбинация – это самый спорный вопрос всегда, и не только для выступающего, но и для судьи тоже. Прежде чем мы рассмотрим, что такое динамическая комбинация, давайте посмотрим, что такое динамическое движение. Потому что динамическая комбинация – это два динамических движения, исполненные вместе, без паузы между ними. Динамическое движение – это любое движение, которое инициируется силовым импульсом, либо маховым импульсом. То есть что-то, где вы берете замах и вылетаете куда-то, ваше тело вылетает в какую-то там позу или в какое-то движение. Это может быть отмашка какая-то с приходом в другую позу, это могут быть все эти элементы типа перевороты, влеты, рандаты, перехваты, фонжи, фляки и все прочее. То есть все, что основано вот на маховой силовой динамике. Это одно динамическое движение. Когда вы выполняете два таких движения подряд, вы делаете динамическую комбинацию. Подряд это вот буквально значит щелчок пальца, да, то есть между ними должно быть паузы. И тогда все вместе это делает динамическую комбинацию. Примеров может быть миллиард, потому что, ну, это действительно такой самый вот по спектру, наверное, широкий элемент, ну, широкая комбинация. Вот, примеры могут быть любые, буквально от смены ног до там комбинации фонжи. Но обратите, пожалуйста, смотрите, да, про смену ног. Обратите внимание, что все зависит от того, как вы это исполняете. И одно и то же движение, одна и та же комбинация может быть исполнена динамично, и тогда это будет динамической комбинацией. А может быть исполнена медленно, и тогда это не будет динамической комбинацией. В той же смене ног, если вы делаете очень рискованно, если вы там влетаете в одну коленку, и потом с большой потерей высоты очень резко, вот именно с элементом риска, меняете ногу, то это может быть динамической комбинацией. Если вы делаете это не теряя зацепа, то, конечно же, это не будет динамической комбинацией. И так, в принципе, все. Если вы делаете переворот, там, приходите в пилон и даете себе полсекунды, чтобы выдохнуть, а дальше уходите во второе динамическое движение, то это уже не будет динамической комбинацией. Поэтому смотрите не только на движение, но и на то, как вы их исполняете. И всегда помните, что у судьи есть правило. Если есть сомнения, значит элемент не будет засчитан. Поэтому, если было исполнено недостаточно быстро, если бы я задумался, а достаточно ли это динамично для динамической комбинации, то засчитано ничего не будет. Вот, так, это первый вопрос. Дальше. Непонятны крутки на статике? Правда, вот совсем по описанию непонятно. Я на самом деле тут вот по вопросу-то тоже непонятно, что имелось в виду, но так как мне от этого человека уже скидывали видео, то я знаю заранее, о чем здесь речь. Вопрос наверняка по круткам ST21 и ST23. Там и правда по описанию ничего не понятно. Значит, смотрите, ребят, вот эта вот крутка с двойным перехватом. Сейчас попробуйте понять, о чем я говорю. Та крутка, которая вам всем приходит на ум, когда вы облетаете пилон полностью, грудью к нему разворачиваете, сделаете перехват нижней рукой, верхней рукой и уходите во второй круг облета. Это ST21. Это дешевый вариант крутки. ST23 это то, к чему как бы очень сложно головой прийти, если тебе не показали пример до этого. ST23 это когда вы облетели пилон боком, поставили нижнюю руку, прости, Полина, в упор сбоку, немножко повисели так, то есть это лишнее движение у вас появилось. Дальше развернули себе лицом пилоном, сделали два перехвата и пошли на второй круг. То есть тут добавляется одна поза. После облета вы остаетесь бочком к пилону, ставите ручку вниз, немножко фиксируете положение и дальше уже уходите на, ну, делаете перехват и уходите на второй круг. Вот, я надеюсь, что-то было понятно. Так, и последнее. Вопрос насчет шпагата Under Arm Split. В положении указано, что рука держится за ногу, а в обучалках, которые раз в год в видео выкладывают в инстану странички IPSF, есть этот, не могу найти конец вопроса, но, в общем, есть этот шпагат, где нога держит за пилон, там был вопрос. В общем, как же делать этот шпагат? Смотрите, ребят, всегда, когда вы смотрите обязательные элементы, картинка – это ориентир. Это просто, чтобы вам было схематично понятно, о каком элементе вообще речь. Читайте во всех спорных моментах описание. Все, что описано в минимальных требованиях, это важные критерии. Все, чего там не написано, это не важно. То есть, если у вас вопрос, это шпагат F66, если у вас написано там, локоть обхватывает ногу, но не написано, где находится рука, это значит, она может быть хоть на воздухе, хоть на пилоне, не важно. То есть, все, что не указано в минимальных требованиях, это идет на вашу трактовку, и несколько вариантов, как правило, подходят и считаются как правильные. Вот, так и в этом шпагате. Верхняя рука в нем держится за пилон, нижняя рука может держаться, может не держаться. Главное, чтобы у вас она, ну, не кисть, а сама рука обхватывала ножку. Так, дальше пошли. Вопрос по прямому эфиру. Какой нужен ракурс элемента? Так, как нарисовано в положении, и если, например, ракурс другой стороной, элемент будет ли засчитан? Отличный вопрос. Про ракурсы. Смотрите, про ракурсы нам нужно помнить о двух вещах. Первое. Элемент должен быть исполнен так, чтобы нам было видно, чтобы судье было хорошо и четко видно основные критерии его исполнения. То есть, если мы исполняем шпагат, что важно в шпагате? В шпагате важно раскрытие. 180 градусов или больше. Соответственно, если вы делаете этот шпагат пяткой, если это горизонтальный шпагат, если вы делаете его пяткой на зрителя, и, соответственно, головой на кулису, то ничего не понятно, не видно, если у вас раскрытие, вообще элемент не просматривается. Соответственно, шпагаты должны быть исполнены горизонтально. Так, как это написано, или наоборот, да, зеркально, там, в любую сторону головой, но главное, чтобы элемент просматривался, вы должны его исполнять. Если это элемент в параллель, да, какой-то силовой элемент на удержание, то же самое. Если вы х-флаг опустите на кулису, не будет видно, если там параллель, плохо будет видно, куда смотрит грудь и так далее. Поэтому тоже его делаем вбок. Ну, лучше не спиной, лучше лицом, конечно. Это первое. И второе. Есть также, помимо того, что нам нужно, чтобы элемент был показан со всеми его критериями, есть еще как бы неспортивные, неприличные ракурсы. Это, извините, когда вы промежностью к зрителю делаете элемент. Если вы в складке «Феликс» на статике завернулись тазом на зрителя, даже если складку «Феликс» прекрасно видно, но штраф за ракурс вы получите. Просто потому, что это некорректное положение. Поэтому тут думайте, видны ли минимальные требования, и думайте, чтобы вы выглядели на сцене прилично. Вот, дальше. Так, вопрос по поводу вращений на статичном пилоне. Можем ли мы сделать обязательный элемент вкручения на статике, затем перейти во вращение, любое другое, необязательное, но 360 градусов, и затем в следующее, и записать это в таблицу, сначала указав, что мы делаем обязательный элемент во вращении, и далее указать на надбавку за простое объединение последующих двух вращений. Да, я поняла, в чем вопрос. Смотрите. Нельзя, потому что это все разные протоколы. Первый вопрос. Можно ли сделать обязательный элемент вкручения на статике? Можно, и вы этот бонус записываете в форму обязательных элементов. То есть вы напротив этого элемента для обязательного судья пишете, что вы хотите за него получить бонус. В данном случае CBS 3. Да, крутитесь на статике в элементе на 0,5. Вот. Следующие бонусы – это крутка плюс крутка, необязательная. Это уже бонус технический. Вы его записываете в другой протокол. Вот. Что там у нас? СТ, СПС… Как он? Как он? СПСП? Не-не-не, на статике. На статике СПСТ. Да-да-да. СПСТ. Вы его записываете таким образом в другой протокол. То есть делать так можно, но записывать это нужно в разные бумажки. Вот. В общем-то и все. Сейчас я посмотрю. Еще? Да. Ну, на все предварительно заданные вопросы по судейству я ответила. Сейчас продолжим. Вопрос про Феликс вкручение. Да. Феликс? Угу. Если Феликс вкручение, это от автора вопроса про неудачный ракурс. Про неудачный ракурс. Феликс вкручении, ради бога. Ну, как бы, вкручении не бывает неудачных ракурсов, вы в любом случае 360 прокручиваетесь. Вот. Главное, ну, главное, чтобы вам повезло, если вдруг пилог остановится, чтобы он остановился вот неудачным ракурсом. Я думаю, что вопрос ракурса очень важен в первую очередь при работе на статическом пилоге. Да, да. На крутяшке, если вы взяли хороший форс, то как бы вы будете все положения проходить, когда будете проходить 360. Главное, чтобы на статике вы подкручивали себя в нужную сторону. Да. По крутяшке я бы сказала, что в основном основные проблемы бывают с тем, что нет удержания элемента на 360 градусов, поэтому, если вам кажется, что вы удержали в 360, то чаще всего вы, скорее всего, либо еще не дошли, либо около 360. Да, на самом деле, все вот эти моменты около 360, около 180, около двух счетов. Ребят, если вы заявляете элемент на 180, лучше 185, потому что где 180, там непонятно, 180 это или 178. И если у судьи сомнения, то опять же ничего не будет засчитано. Поэтому лучше перекручивайте и перераскрывайте. Там еще вопрос, да? Да. А если выполнение вращений, например, в комбинации круток происходит движение вниз, проскальзывание? Это нормально. На статике вы неизбежно будете скользить. Суть круток на статике в том, что вы немножко скользите. То есть потеря высоты здесь нормально, неизбежно. Но всегда видно, когда это контролируемая потеря высоты, просто потому что это суть элемента, немножко скользить вниз. А когда человек скользит, это всегда видно. Видно в скорости, видно в амплитуде скольжения. То есть если вы скользите просто как бы как неизбежное скольжение в крутке на статике, то это нормально, конечно. Так, следующий вопрос. Кристина, я спрашивала про изменения в протоколе за аттестину. И как будут оцениваться акробатические элементы в портере? Угу, отличный вопрос. Акробатический элемент в портере убрали из требований, все, его больше не оценивают. Ну, то есть там у нас нету строчки акробатический элемент, вы можете его не делать. Можете делать, то есть это будет часть портера, но это не обязательно. То есть все, акробатический элемент не обязателен. Дальше. И еще из изменений. Убрали требование задействовать всю площадку. То есть у нас теперь не оцениваются там от пилона к пилону, вы перебежали или успели все углы оббежать. Это тоже хорошая новость. Вот, по поводу остальных изменений. По поводу дуэтов-то, по-моему, было серьезное изменение. Там нету сейчас тоже элементов в портере, которые раньше были. Да, 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 да. Сейчас по соло закончу говорить. Сейчас больше в протоколе за артистизм больше пунктов за оригинальность передают. То есть смотрят и оригинальность, в принципе, общую оригинальность номера, оригинальность переходов, оригинальность элементов и оригинальность портера. То есть там за оригинальный сейчас чуть ли не в сумме 10 баллов дают. Раньше такого не было. Вот, и по дуэтам, да, дуэты, ну, так как IPSF двигает нас, скажем так, от гимнастики дальше, дальше от гимнастики и ближе к пилону, то убрали требования по акробатическому элементу на полу, и теперь там есть требования по акробатическому элементу на полу, да, с пилоном. Просит рассказать про акробатическую ловлю. Так, акробатическая ловля, акробатик кетч, это дурацкий, ребята, перевод, не знаю, кто первым написал слово ловля туда, но, блин, это ужасное слово, ты понимаешь? Нет, просто у меня не было других информативных предложений. Да, я понимаю, да, в общем, смотрите, акробатическая ловля, акробатический захват, прежде чем я вам приведу пример распространенный, что это такое по сути? Это движение, где мы отрываемся от пилона полностью, то есть где на долю секунды ни одна часть тела не должна находиться в контакте с пилоном. И либо мы при этом набираем высоту, либо теряем высоту, либо меняем положение. Да, что такое акробатический захват? Самые основные примеры, это фонжи, туда-обратно, это прыжки в шолдере вверх, это прыжки на руках вверх, но убедитесь, что вы набираете высоту, как бы не полмиллиметра, а ощутимую. Вот, камикадзе, куча других примеров, где вы отрываетесь от пилона полностью. Тоже обратите внимание, что один и тот же элемент, тот же фонж, может быть защитан, как акробатическая ловля, может быть не защитан. Очень многие люди на фонже, например, вверх, когда мы начинаем из отмашки в брасманке, да, в подмышке, и поднимаем таз вверх в шолдер, они не снимают руки и ныряют головой вниз, то есть по сути одна рука остается в контакте с пилоном. Тогда это не принесет вам баллы и не будет засчитано, как акробатический элемент. Ну, примеров на самом деле тоже очень много, там прыжки из ленточки в подмышку, из подмышки в ленточку, то есть их очень много, просто убедитесь, что в моменте полета вы полностью ничем не касаетесь пилона. Постепил вопрос про контакт к флипу. Это тоже из нового видения, если не ошибаюсь. Да, да, да. Это был и весь вопрос, или... Да, контакт к флипу, разъясните, пожалуйста. Да, смотрите, контактное сальто, это тот элемент, который люди всегда делали, думая, что это сальто. У нас есть вот этот элемент сальто, да, который с приходом на пилон или с приходом на пол, что в нем подразумевается, когда вы делаете все 360 в воздухе и приходите либо на пилон, либо на пол. Раньше люди вставали в ленточку, да, вот в этот наш известный переворот, делали сальто, думая, что это и есть сальто, а это было ничего. Такого элемента в протоколе не было, но люди думали, что это сальто. Нет, это не было сальто. Сальто начинается, например, из шоудера или из раскачки, да, когда мы ручками за пилон, лицом к пилону держимся, когда мы в воздухе прокручиваем 360. То есть это тот же генер, правильно? Да, тот же генер, например, да. Это сальто. Соответственно, если вы заканчиваете его на пилоне, это сальто с пилоном, ну, на пилон, если вы заканчиваете его на полу, то это сальто на пол. А контекст-слип – это вот все эти перевороты из ленточек с приходом в пилон, где вы держитесь во время переворота одной ручкой за пилон. Какие правила? Полностью 360 вы должны прокрутиться, то есть вы не можете там начать с какого-то наклоненного положения и там прокрутиться 130, например. Другие варианты – рандат со сменой рук. Фон G360 с любые элементы, где вы делаете полный оборот вокруг себя. Но одна ручка или там, да, одна рука может оставаться на пилоне в это время. Вот. Следующий вопрос. Диэль-один. Чего? А, дедлифт, все, да-да-да. Дедлифт, шонтер. Да-да-да. Таз выше головы или кинующая перпендикулярная пилона? Таз в конечной позе, таз должен чуть выше головы подняться, да. Это хороший вопрос, это важно. Следующий вопрос. Что за таблица с элементами запрещенными акробатически? Угу. По-моему, было достаточно большое количество гимнастических элементов, которые были добавлены в правила, как запрещенные, либо нежелательные к использованию. Да, опять же, смотрите, пилон удаляется от гимнастики, пытается отделиться, да, и стать отдельной спортивной дисциплиной. Поэтому с этого года у нас есть в конце приложение со всеми запрещенными элементами, это те, которые вообще не могут встречаться в программе, то есть вас оштрафуют, если вы их исполните. И есть вторая табличка с элементами, которые можно исполнить только один раз. Вы выбираете элемент, там какой-нибудь из сложной гимнастики, много, да, элементов из акробатики, всякой из спортивной гимнастики, и максимум один раз он может встречаться в программе. Но напоминаю, ребята, что с этого года нету оценки, нету такой строчки в протоколе, как там сложность акробатического элемента. Поэтому, ну, как бы думайте вообще, нужен ли он вам там, вы имеете право не делать его вовсе. Отвечу просто, это сделано, чтобы сложность портера не, чтобы участники не добивались высокой сложности портера за счет вот акробатики и гимнастики, вот. Вы просто уже продолжаете его в акробатике. Если мы делаем колесо или переворот около пилона, держась одной рукой за него, а вторая на полу, это будет считаться акробатическим элементом? Нет, это не будет считаться акробатическим элементом, портерным акробатическим элементом. Это будет считаться ничем, но вы просто можете отдохнуть. Надо видеть, что можно получить общую надбавку за переход с пилона или на пилон с пола. Ну, если он прям с пола, ну, нет, это не будет ничего особенного, да, это, нет, это больше так, время, дать себе время подышать, на самом деле. Если только он не будет каким-нибудь очень оригинальным, если он будет очень оригинальным, то вы можете получить балл за оригинальность. Ещё вопрос про использование порошковой магнезии. Допускается ли это? Да, допускается. Если её потом не нужно будет 5 минут оттирать, то допускается даже. С пола и с пилона. Да. Всё, что не оттирается, очень долго всё разрешено. Но список также, список запрещенных и разрешённых официальных средств сцепления, он есть в правилах. Поэтому обращайтесь к правилам. Хотел бы узнать про артистик, есть ли какие-то ограничения, и просит рассказать чуть больше об этой категории. Там в основном, мне кажется, минимальное ограничение идёт, костюмы не должны быть меньше, чем требуемые костюмы категории пол-спорт. Там разрешена любая прическа, любой макияж, разрешён боди-арт, насколько мне известно, разрешено удаление деталей костюма. Разрешён реквизит, если вы заранее проинформировали про него. В целом расскажу примерно, в какой пропорции он судится. Значит, ребят, артистик пол, это категория арт, которая всем нам известна. Там относительно мало баллов даётся за сложность. В этом году они сделали ещё меньше баллов за сложность, чем было в прошлом году. То есть тут всё идёт куда? Идёт всё в оригинальность, идёт всё ближе к харизме, к вашей, к подаче, к оригинальности идеи, к артистизму и всё прочее. То есть за вот эти вот все, за идею, за арт, за уверенность в себе, за раскрытие образа, за музыкальность, можно получить, по-моему, 60% баллов, и на сложность, на чистоту остаётся всего 40%. Вот, то есть это как бы ваша свобода самовыражения. Там очень такой, ну, протокол нечёткий, естественно, там не даются баллы за конкретные элементы. То есть делайте, по сути, что хотите, вот, и делайте это круто, хочется сказать. Да, на самом деле это очень свободная категория. При переводе даже правил в этом году я заметила, что все те требования, которые раньше, в прошлом году предъявлялись к оцениванию сложности элементов, в артистик пол в этом году вообще были полностью убраны. Поэтому если вы хотите сделать напор на сложность, то вам дорогу в спорт, а не в артистик. Вопрос про костюмы, наверное. Ещё есть даже пара. Возможно ли нанести флаг страны на костюм? Костюм спортивный, тренировочный или костюм соревновательный? Мне кажется, возможно, наноситься туда. На костюм, который покупают. А, слушайте, разве не на костюм, который за кулисами в котором... Ну, вопрос, вопрос именно на... Насколько я помню требований по ограничению каких-то вот флаги, логотипов. Может, человек под гимн хочет выступление сделать? Нет, я думаю, что, скорее всего... Нет, на самом деле можно сделать дизайн с триколора, и я думаю, что он не будет никем, ничем никогда не ограничен. Скорее всего, вопрос идёт о маленькой какой-то нашивке, либо маленькой эмблеме. Я не думаю, что это будет каким-то серьёзным, не знаю, ограничивающим фактором. Я не помню ничего в правилах, что... Чтобы ограничивать использование небольшой символики, логотипа на костюмах нельзя. Если это флаг страны, то ничего противоречащего этому в правилах не сказано. Всё, что не запрещено, то должно быть чисто технически разрешено. Вот. Ещё также было пару вопросов здесь. Изначально, самое первое, по поводу категорий. Во всех ли категориях будут полуфиналы? Нет, не во всех. Полуфиналы будут только в тех категориях, где участников будет более 13 человек. То есть, если вас набирается 10-13 человек, вы все идёте общим потоком финала сразу. Единовременно это будет либо 4-го, либо 5-го апреля. Если, скорее всего, в детской категории, к примеру, либо взрослые девочки, когда выступают, вот там большие категории, чаще всего приходится делать предварительные и потом уже финальные соревнования, поэтому к этим двум категориям можно порегомендовать настраиваться на 2 дня соревнований. Это ещё не точная информация, но будет точнее известно после закрытия приёма заявок. И вы все увидите опубликованные списки, если не ошибаюсь, на полспор должны быть опубликованы списки в районе 19-го марта. Закрытие заявок на спор 12-го. Дальше здесь есть про проскальзывание, но что-то аналогичное может печали. Ну да, проскальзывание при выходе в элемент, когда элемент идёт на раскрытие, выход из паучка в шпагат, это я понимаю, да. По пилону идёт естественное скольжение. Ребят, конечно же, для того, чтобы выйти в некоторые элементы или даже в некоторые группы элементов, подразумевается скольжение по пилону руками, но оно осознанное и контролируемое. Это нормально. Судьи не дураки, естественно, они понимают, что здесь идёт скольжение ради выхода в элемент. Всегда понятно, когда скольжение идёт специальное и контролируемое, когда скольжение идёт, потому что у человека скользят руки. Вот, как бы, естественно, за это баллы не снижают за осознанное скольжение и никаких штрафов не ставят. Есть ли штрафы за невыполнение заявленного в форме бонуса? Нет, нету. Если речь идет про технический бонус, нету. Про обязательный тоже нету. Так, сейчас подожди, еще раз, какой цифр? С, все. Да, можно дальше. Тело горизонтально по правилу, т.е. таз и голова в одной линии. Так, сейчас найду. С, 19, а, С, сейчас, ребята, отмотаю. Так. Угу. И вопрос? Тело горизонтально по правилам, т.е. таз и голова в одной линии? Да, таз и голова в одной линии. Ну, смотрите, если в исходном или в конечном положении таз выше головы, это ничего страшного. Просто там нужно пройти через положение, когда таз на одной линии с головой, да. С, 19, это либо силовой подъем, а, подождите, а, все, я поняла, С, 19, простите, нет, туплю, я с другим элементом перепутала. Смотрите, элемент подразумевает два варианта. Если вы делаете вариант рогатку, т.е. распашку, то, да, таз на одной линии с головой. Если вы делаете стойку, то тогда таз над головой. Оба варианта возможны, какой бы вы не выбрали. Я почему-то сначала подумала, что речь про силовое опускание или подъем. Вопрос про СТ-26. Так, про этот элемент. Мне кажется, что здесь по рисунку, в принципе, понятно, что это за крутка. Это крутка из положения карандаш, когда две ручки хватит чашечка. Дальше. Ноги здесь, обратите внимание, что они вместе. Половина людей заваливают элемент, потому что в первой позе ноги либо сгибают, либо разводят стороны. Дальше. Продержали это положение. Нижнюю ручку перехватили вниз в упор. Зафиксировали немножко положение тюльпанчик себя. И силой подняли ножки наверх во флажок. Убедитесь, что в общей сложности крутка занимает два круга. Лучше чуть больше, да, чтоб наверняка. В принципе, каких-то требований, сколько должно занимать каждое положение, нет. Главное, чтоб в общей сумме они заняли 720. Вот. Ну, мне на самом деле кажется, что здесь очень такая понятная всем известная крутка. Если там какие-то очень конкретные вопросы есть по ней по каким-то моментам, то могу пояснить. Дальше непонятный вопрос. Достаточно ли токнуться 100% высоты рукой? Да. Достаточно более того. Даже не обязательно касаться. Смотрите, как мы разграничиваем, был ли полный, полное задействование высоты, либо нету. Если человек поднялся телом на такое положение, что видно, что если он поднимет руку наверх, он достанет верхушки пилона. Он не обязан ее касаться. Но если видно, что вот на расстоянии вытянутой руки конец пилона, тогда считайте, что вы задействовали всю высоту. То же самое вниз головой. Там, если вы, не знаю, какой там есть у нас элемент вниз головы, висите во флажке, например, и видно, что если вы вытянете ножки наверх, то они достанут основание пилона, то считайте, что вся высота была задействована. И опять возвращаемся к средствам сцепления с пилоном. Будут ли штрафы, если средства сцепления оставляют следы на костюме и теле? Насколько я знаю, при использовании магнезии никогда никого не штрафовали. Да, нет, то есть жидкая магнезия и сухая, они разрешены, они оставляют немножечко небольшой такой белый, как осадок, белый след на коже. Ну, смотрите, опять же, они могут оставлять маленький осадочек, но если вы, например, беретесь за пилон, а потом телом, например, проходитесь, то он не будет такой уж страшный, этот осадок. Ну, а если вы вот так делаете, то штраф будет в любом случае. Как бы даже не за магнезию, да. Поэтому в целом никаких проблем нет. А открыта ли у вас категория арт-профи или международная? Да, открыта. Открытая категория как раз таки считается для международной, для представителей других стран, где не проводятся национальные соревнования. Поэтому все спортсмены, желающие принять участие в дисциплине артистик пол, могут соревноваться в открытом первенстве в уровне профессионала. Это получается вместо элиты, как бы элита идет на спорт, само название, в принципе, все то же самое. Просто само название немножечко изменено. То есть в полспорт идет любители, профессионалы элита, распределение в артистик пол идет любители, полупрофессионалы, профессионалы. Поэтому да, конечно. Про дату. Да, возвращаясь еще раз теперь к датам. У нас готовится, грядет уже несколько дедлайнов. 12 марта мы закрываем прием заявок в дисциплину полспорт, поэтому все, кто еще желает подать заявки, у вас есть буквально получается 10-11 дней, чтобы это все сделать. Также мы начинаем параллельно с этим прием форм обязательных элементов и технических бонусов заполненных. Сейчас есть возможность у всех, кто не уверен, кто, может быть, первый раз заполняет эти формы, либо второй, но хочет наверняка убедиться, что в форме нет ошибок, есть возможность заполненные формы отправлять на проверку. Формы на проверку принимаются до 16 марта включительно. После 16 марта формы проверяться не будут, но мы продолжаем прием этих форм до 25 марта. Включительно, и, соответственно, если вы успели подать свою форму на проверку, у вас были какие-то коррективы от главного судьи, у вас есть возможность эту форму исправить и переподать ее заново. Проверка главного судьи производится только один раз, то есть у вас есть одна попытка, чтобы заполнить вашу форму, получить по ней комментарии, и со второй уже ваша задача заполнить вашу форму бесплатно. Оговорка по Фрейду. Заполнить ее начисто и предоставить еще раз данное рассмотрение, соответственно, для того, чтобы передали уже окончательно эту форму судьям, чтобы они уже с ней изучали ее, жили с ней какое-то время. Потому что на подготовку каждой формы каждому судье необходимо определенное количество времени, они не получают их в день соревнования, есть определенные требования, что они должны получить их заранее, чтобы каждый судья ознакомился с каждым исполняемым вами элементом заранее. Поэтому будьте внимательны, следите за дедлайнами, они все на сайте. Вопрос про высоту для детей и юниоров. Правильно? То есть, что для детей на 50%, а для юниоров 100%. Правильно. Вопрос к Полине. Есть ли варианты школ, где можно будет в Сочи тренироваться с высотой километров хотя бы от 3,5 метров? Да, вот в Сочи как раз-таки про разговор о Сочи. Мы в настоящий момент обсуждаем партнерство с двумя студиями в Сочи. Есть одна замечательная студия, которая находится в пешей доступности, если я не ошибаюсь, там буквально несколько минут пешком, от спортивного комплекса «Юность». Студия называется, по-моему, если я не ошибаюсь, «Style». Мы точно еще соберем всю информацию по адресам, по контактам, и там будет официальная тренировочная база для спортсменов, приехавших участвовать на чемпионате России. Соответственно, у вас будет возможность договориться со студией, взять зал для тренировки, либо взять зал для тренировки с кем-то еще. То есть там должен быть предоставлен полный комплект услуг, чтобы удовлетворить все ваши тренировочные желания и потребности. Также мы будем рассматривать варианты сотрудничества со второй студией, она немножечко дальше, студия Sky, там немножечко больше зал, но, скорее всего, в случае набора очень больших группных мастер-классов, эта студия уже будет больше задействована непосредственно на мастер-класс, этап 8 пилонов. Поэтому у нас две студии, это Style и это Sky в Сочи. Вопрос по S-Y-N-4. Так, из S-Y-N-4. А, все, это, наверное, дуэты, я так полагаю, да. Пошли. Ой, Полина, дуэты сейчас будут на тебе. Сейчас, подожди, да, листаем, мы, конечно же, не помним. А, вот она. Если вы переплетены, одна рука на пилоне и одна нога под колено зацеплена за пилон, защитывается... Под колено, наверное, сухое положение. Я думаю, что под колено они имеют в виду, что вот эта нога у них будет согнута нижней. А, да, 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 наверное, в любом случае оно будет согнута. Да, то есть, в принципе, обращайтесь точно так же, как и в разговоре об индивидуальной программе, обращайтесь к требованиям, которые прописаны справа от картинки. То есть здесь, так как не написано, что ладони должны быть на воздухе, соответственно, вы можете с ладонями делать, что хотите. То же самое и про положение ног. То есть позиция должна быть зеркально переплетенная, это основное требование к этому элементу. В принципе, да, да, да. Вы должны быть зеркальным отложением друг к другу и должны быть в положении голова над тазом. Это, в принципе, все. Еще один вопрос. Если я делаю запрыг на статику, а затем продолжаю включение в 360 градусов, могу ли я заявить отсюда вращение на статичном приводе? Если вы делаете запрыг на статике, а оттуда делаете 360, да? Вращение 360? После запрыга, в смысле? Да. Да, конечно. Вы можете вращение начинать откуда хотите, с запрыга, с прыжка, откуда хотите. Главное, чтобы там по факту было 360 в одной позе. Обращайте внимание, что крутка считается начатой, когда вы замерли. То есть, если вы там начали крутиться и постфактум уже ручку поставили, или начали крутиться, потом поменяли положение ног. Вот когда вы замерли, пошла крутка. Потому что очень часто на самом деле на этом слетают, там посреди крутки руку убирают или еще что-то такое. Вот когда замерли, тогда началось 360. Если обрыв выполнен по виду медленно, ближе к стеканию, это штраф? Это не штраф, это просто не зачет. Не зачет обрыва. Это просто не обрыв, да. Но штрафа нет за это. Просто мы рассматриваем это как скольжение и не даем баллы. Вопрос, не знаю. Как заполнить форму для регистрации, если у нас требуют заполнить строчки, а у нас соло. А без заполнения до этого нас не пропускают. Ну вообще странно. Нет, ребят, у нас форма установлена в онлайн заявке так, что там нет обязательного поля к заполнению, если вы в дуэте. Если что-то вдруг не проходит, напишите на почту info.sobaka.po sports.ru. Мы, в принципе, всегда стараемся всем отвечать, всем отвечаем и помогаем с заполнением форм. Там не должно быть обязательного поля в дуэте, поэтому если вдруг он что-то, если вдруг программа заглючила, предположим так, просто напишите, что не дуэт и все. Мы поймем, что вы не дуэт. Если не хватает строчек в техническом протоколе, что делать? Невозможно, допускается дополнительный протокол. Допускается, но обращайте внимание, что в этом году они сделали ограничение максимум 15 баллов. Вы можете заявлять технических бонусов максимум на 15 баллов. То есть вы не можете писать их бесконечно. Если у вас по-прежнему, сохраняя вот это требование, не влазит бонусы, то берите следующую форму. Есть еще что-то? Нет, вопросы закончились. Хорошо, тогда давайте, я думаю, что мы перейдем немножко больше к организационной части, потому что есть еще несколько моментов, которые важно, наверное, будет упомянуть на сегодняшнем прямом эфире. Так, заключая разговор об обязательных элементах и всем прочем, хочется просто сказать, что, ребят, держите элементы, держите их дольше. Держите, по вашим ощущениям, дольше, чем два счета. Про себя я всегда говорю, считайте 22-23 в зафиксированном положении, потому что для вас время летит быстрее, чем для судей. Это очень важно. Держите все ваши вращения, если вы хотите надбавки, технические бонусы, либо обязательно, это также предельно важно. И если вам кажется, что там, наверное, 180, ребята, там не 180, правда. Там должно быть очевидно чуть больше, чем 180, и там тоже все слетают. Поэтому внимание к обязательным, оно, я думаю, что спасет большую часть ваших баллов, потому что в прошлом году огромное количество спортсменов теряли баллы именно за то, что они делали обязательные, но не удерживали, либо не докручивали их. Еще, я думаю, последний вопрос, но хороший. Если ребенку на момент соревнований в национальных соревнованиях 9 лет, а на финал в июле в 2017 году уже исполнится 10 лет, в каком категории нужно подавать заявку? По финалу. По финалу. Нет, на самом деле, там смотрят на дату финала. Нет, я думаю, что можно подавать заявку в категорию дети, не малыши, а дети, и также у ребенка будет возможность уже принять участие в чемпионате мира, потому что спортсмены от 10 лет, то есть спортсмены должны быть 10 лет на момент проведения чемпионата мира, наступления первого дня чемпионата мира. Поэтому, если вы подаетесь в категорию дети, у вас и в уровень элит, у вас есть все возможности попадания на чемпионат мира, если вы в призовых. Правильно? Да, вот смотри, на первый день чемпионата мира ребенку должно быть 10 лет, если категория элит. Если категория любителей, то там все проще, но в принципе тоже как бы вы в любом случае попадаете уже не в малышей, а в детей, взрослых. Дальше продолжая тему, как раз таки мы перешли дети, сопровождение и прочее, прочее, прочее. На нашем сайте относительно, ну не то чтобы недавно, уже наверное где-то с месяц опубликована информация о том, что у нас предоставляется проживание в комплекте, как бы помимо того, чтобы приезжать на соревнования, у вас есть возможность получить проживание, определенный комплект услуг, который включает в себя проживание, трехразовое питание, пользование там саунами, минеральная вода и прочее, прочее. Вот честно у меня такая огромная просьба ко всем тем, кто смотрит сейчас прямой эфир и кто как-то болеет, поддерживает наше всеобщее дело, для нас это очень, как для организаторов, очень большой и важный этап, потому что если вы сможете нас поддержать и взять то проживание, которое предоставляет эскаюность, от этого значительно сокращается с каждым человеком, записанным на проживание, сокращается стоимость той аренды, которую по факту мы все в конце, после этого чемпионата или перед чемпионатом оплатим за аренду этой площадки. Поэтому, ребят, если вы ищете проживание где-то в Сочи, которое на 500 рублей дешевле, которое без еды, которое в удалении полчаса езды от этой площадки, это того не стоит, просто пожалуйста, облегчите нам жизнь, помогите нам все это дело большое поднять и организовать. Все информация по проживанию, она действительно, мы работали над предложениями, оно одно из лучших в городе, потому что три раза я сама там питалась, я сама приезжала и все это посмотрела, там отличный шведский стол, там потрясающее трехразовое питание, там все удобно, все в пешей доступности. Это действительно хорошее ценовое предложение по всем вообще пунктам, которые можно реально себе в Сочи представить. Поэтому, если для вас разница несущественная, если у вас есть возможность, пожалуйста, бронируйте проживание через нас, потому что вся эта история идет непосредственно связана со спорткомплексом «Юность», она завязана на стоимости аренды площадки, и все это выливается в огромные-огромные цифры с пятью-шестью нулями. Поэтому, если мы сможем ограничиться пятью нулями и шестью, я прям буду всем очень-очень-очень признательна. Также, касаемо, какое есть еще удобство, если вы проживаете на территории СК «Юность», у нас там очень достаточно строгая пропускная система, поскольку это тренировочный комплекс, это соревновательный комплекс, очень много детей, очень много спортсменов. Все те спортсмены, которые живут на территории, все те сопровождающие, которые зарегистрированы как проживающие на территории, у них нет проблем с перемещением по спортивным объектам. Если вы попадаете на площадку, если вы живете где-то еще, мы будем собирать со всех ребят, со всех участников, со всех сопровождающих паспортные данные, потому что там достаточно строгий паспортный контроль. Это, в первую очередь, связано с предоставлением и сохранением всех требований по безопасности спортивного объекта, поэтому тоже будьте к этому готовы, что если вы не проживаете, у вас будет ограниченное перемещение по спортивному комплексу, вы сможете только войти, опять же, вход будет осуществляться только по входным билетам, спортсмены проходят, безусловно, бесплатно по аккредитации, спортсмены возраста до 18 лет, если не ошибаюсь, да, до 18 лет, могут иметь одного сопровождающего, все остальные люди, которые к вам приезжают, будь это то кримеры, парикмахеры, бабушки, мамы, тети, двоюродные, троюродные бойфренды, ребят, у нас у всех проходящих будет оплата за вход, оплата будет небольшая, это будет 500 рублей за человека, просто будьте готовы, мы будем собирать информацию, паспортные данные с тем, чтобы заранее составить список тех, кто проходит ВСК Юность на чемпионат, на все три дня чемпионата. Поэтому удобная опция, проживайте, питайтесь, соревнуйтесь ВСК Юность, либо предоставляйте всю информацию о том, с кем вы едете на соревнования нам заранее, чтобы мы успели подать вас в список. Вот, это сопровождение, это проживание. Дальше хочется, наверное, есть вопросы? Да, вопрос про дату продажи билетов. Да, к дате продажи билетов мы сейчас подходим, я сейчас завершу немножко с основной части и переведу на мастер-классы, билеты и галашоу. Помимо всего прочего, хочется отметить такую историю. Во-первых, огромная благодарность всем тем регионам, которые уже поддержали, присоединились к All Sports Russia, у нас очень много людей, очень много заявок по всей России, которые поддерживают организацию, поддерживают проведение соревнований. История такая, что мы пытаемся собрать большую команду с тем, чтобы можно было сделать, создать официальную федерацию спортивную. Там есть очень много требований, которые нужно соблюдать в этом процессе. Соответственно, наша сейчас задача собрать определенное количество регионов России, и субъектов Российской Федерации для того, чтобы нашу заявку можно было грамотно составить и подать на рассмотрение, будь то Министерство спорта, Олимпийский комитет и прочее, прочее. Поэтому все те, кто проживает в различных частях нашей большой необъятной Родины, всем тем, кому интересно спортивное направление движения и развития пилонов спорта, пожалуйста, пишите нам на почту, мы объясним вам всю информацию, все детали, как это происходит, что мы делаем, что мы предоставляем, с кем мы сотрудничаем. И вообще наши дальнейшие цели, очень много уже указано на сайте, но если вам необходима какая-то детальная информация, мы всегда будем рады обсудить это либо на почте, либо по телефону, все указано на сайте. Поэтому проживание, сопровождение, регионы поговорили. Теперь, наверное, о самой интересной такой части мероприятия. У нас готовится большое, совершенно сумасшедшее гала-шоу. Мы планируем его в Sky Concert Hall 6 апреля. Начало заявлено у нас 19.00, возрастная категория 12+. Есть тоже такие определенные моменты. Возрастная категория не ограничивает вход участников, если им менее чем 12 лет. Просто это дается как рекомендация по возрастному цензу, не обязательная к соблюдению, но желательная по тому, то есть на какой формат это шоу будет рассчитано. Что еще можно сказать? Билеты запускаются в продажу. Я думаю, буквально в настоящий момент они уже практически все полностью финализированы. Мы планировали сегодня завершить схему рассадки по залу. И уже, я думаю, что буквально завтра, послезавтра будет возможность приобрести билетов онлайн через сайт Radario, через сайт Pool Sports Russia, также через наши социальные сети. Вот поэтому мы будем работать и сотрудничать с достаточно, ну не то чтобы большим, но не определенным количеством билетных агентов, которые будут помогать нам в реализации этого всего действия, но также всю основную информацию, если вы спортсмен, если вы участник, либо если вы сопровождающий спортсмен, вы сможете получить с наших официальных ресурсов, с наших официальных страниц. Вот, эта информация практически финализирована. Если телефон поднесется сюда... Финализирована. И увидеть официальную афишу этого всего дела завтра. Ну вот, она, в принципе, открыта. Да, у нас две афиши. Афиша чемпионата и афиша гала-шоу. И сейчас он вот подносится. Он все равно зеркальным сделает. Нет, подожди. Сейчас мы тебя зададим. А, нет. У нас вот такая вот афиша получается. Поэтому вся эта информация завтра будет опубликована. Как только билеты будут загружены у нас на сайт Радарио. Все вот это дело вы увидите в самом, скажем так, прямом доступе. У вас будет возможность всем этим воспользоваться. Ценовая политика билетов будет следующая. Для спортсменов. И плюс один сопровождающий к спортсмену стоимость билета на гала-шоу будет 1500 рублей. Если у вас, если вы спортсмен, и у вас более одного человека сопровождающих, кто хочет попасть на шоу, мы также делаем пригласительные стоимостью 1800. Если вы просто проживаете в Сочи, не имеете отношения к соревновательной части, но также хотите попасть на шоу, у нас будет уже система не по пригласительным, а официальный ресурс, который будет запущен через Радарио с завтрашнего дня. Поэтому вся эта история тоже, как только она будет завершена и запущена, опробована, вся информация у нас появится в соцсетях в первую очередь. Еще появился вопрос про крепление пилонов и сценическую систему. Крепление пилонов на сценической системе на шоу или на... На соревнованиях. Слушайте, на крепление пилонов будет аналогично прошлому году сценическая система. То есть это большая достаточно конструкция, это не троса, это такая квадратная табуретка, сложенная из ферм, ну как бы я образно сейчас выражаюсь, да. Система, похожая на столик, сложенная из больших толстых металлических ферм и с установленными на пол, на сцену, на небольшое возвышение пилонов. И вопрос, мне кажется, всем очень понравилось на нашем билете, потому что спрашивают, баннер будет с Мишкой в этом году? Безусловно. Вот, также, наверное, возвращаясь по поводу билетов, я думаю, что был вопрос также по приобретению билетов на чемпионат. Вот, я думаю, что все те заявки, все те люди, которые не проживают в спортивном комплексе и те, кто идут со спортсменами, посмотреть сам соревновательный процесс, вот, тоже все это мы будем в первую очередь решать через почту infopoolsports.ru. Вот, билеты на чемпионат, ну, как я уже сказала ранее, будут по 500 рублей, но если вы идете с спортсменом как тренер, как родитель, если у вас маленький ученик, то для вас будут бесплатные. Мы, опять же, будем составлять списки, чтобы заранее предоставлять их в ФСК юности на проходную, чтобы ни у кого не было проблем уже на момент начало соревнований, все могли пройти спокойно и занять свои места. И, наверное, еще что? Ой, мастер-классы. Давайте я немножко расскажу про мастер-классы, потому что у нас, честно, совершенно замечательная программа, тоже на сайте poolsports.ru.ru. Есть двухдневный список уроков, к нам приезжает звезда французского полдэнс, полспорт впервые в России, Бенедикта Ринальди. Многие, я думаю, что в России ее еще не знают, к сожалению. Я честно рекомендую настоятельно зайти в наш инстаграм, там в адресной строке, где обычно указыван веб-сайт, там сейчас стоит ее видео, видео с чемпионата Paul Art Friends. У него потрясающая работа, очень интересные авторские элементы, переходы, поэтому всем, кому интересно что-то новое, ребят, мы честно не будем привозить вам что-то неинтересное, поэтому те люди, которые приезжают сюда, даже если вы их не знаете, настоятельно рекомендую заинтересоваться, изучить вопрос, и я больше чем уверена, что вы останетесь заинтригованы тем, что вы можете получить на уроке, и вы запишетесь на мастер-классы. Также к нам приезжает Кихонг, Коко подтвердил свое участие, он едет к нам как приглашенный артист, он будет также как и Бенедикты, они вдвоем принимают участие в гала-шоу Вертикаль, они вдвоем также являются презентерами мастер-классов 7-8 числа, расписание на сайте, по два урока сейчас заявлено от Коко Кихонг, и два урока заявлено от Бенедикты. Статические, трюки авторские на статическом пилоне, на динамическом, все это вы можете найти, у нас все прописано. Действительно информация очень интересная, поэтому если вы чего-то не знаете, поищите в интернете, он вам даст огромное количество ответов и возможностей, потому что люди действительно уникальные. Также к нам приезжает девочка из Украины, София Олейник, потрясающий в артистическом плане, человечек маленький, у нее очень интересная подача, я сама имела возможность судить ее на чемпионате в Украине, поэтому всем тем детям, которым интересна возможность раскрытия своего какого-то артистического потенциала, возможность понимания, как делаются те или иные трюки, но когда их объясняют мне взрослые дети, я также могу порекомендовать записаться на урок Софии, потому что он в самой доступной ценовой политике, он будет происходить в сопровождении взрослых инструкторов в пулспорт, поэтому совершенно безопасен, очень интересен, я думаю, что будет очень занимателен. Она принимала участие во многих телевизионных проектах, поэтому я думаю, что все участники категории от малышей, дети, от 6 плюс и выше будут просто счастливы посетить ее урок. Вот, я думаю, что в принципе мы покрыли основную информационную историю на сегодня. Я еще раз хочу упомянуть про дедлайны, чтобы вы знали, когда у нас закрывается прием заявок. 12 марта мы завершаем прием заявок в дисциплину пулспорт. До 16 марта мы ждем вашей формы на проверку, если вы решаете, что вам нужна помощь в формах, вы присылайте их нам на проверку, перед направляемой главным судей до 16 числа. До 25 марта у нас открыт прием заявок на артистик пол. То есть, если вы еще не определились, если вдруг в самый последний момент вы решите, что вы хотите участвовать, у вас так или иначе остается артистик пол, и мы будем всегда рады вас там видеть, также подсказать, что, 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 где, чего и как. Поэтому не бойтесь последнего момента, но опять же таки лучше все делать заранее, чтобы у вас не было каких-то накладок, и у нас так же. 29 марта будет произведена шеребьевка, и после 29 марта все расписание, точное расписание чемпионатов появится на нашем сайте. Вопросов больше нет? Есть один, скорее Кристина. Как оценивается артистик в спорте? Ценится ли сложность трюков, не вошедших в обязательные элементы? Это опоздаши. Да, смотрите, артистик... От кого? Опоздаши. А, опоздаши, да. Артистик в спорте, да, не в арте. Элементы, которые вы делаете, которые не относятся к обязательным, оцениваются только не в артистике, их не судья, который артистизм судит, оценивает, их судит технический судья. То есть помимо обязательных элементов, у нас есть технический судья по бонусам, и у него есть строчки в протоколе. Общая сложность элементов на силу, общая сложность элементов на растяжку, общая сложность вращения, и общая сложность переходов, то есть туда он включает как бы оценку за все элементы, которые вы в принципе исполнили, его не касается, были они обязательными или нет, там нету какого-то конкретно, какой-то конкретной стоимости за каждый элемент, но все это влияет на общую сложность элементов, там на растяжку, на силу, смотря какой элемент вы делаете, поэтому да, вставляете все, что вам хочется вставить, что не относится к обязательным, но это уже не к артистизму, повторюсь, относится. Вот. Есть еще? Да-да-да, там просит прям слезно-слезно вопрос. Чтобы убрать движение тела и в конце положения, нужно рефиксировать положение 2 секунды, или можно меньше, и таз выше головы, это обязательно нужно говорить. О чем речь вообще? О каком элементе? Я нашла, нашла, это элемент DL1. DL1? Так, поняла, это deadlift, shoulder, еще раз вопрос тогда. Нужно ли определенное время фиксировать положение, или достаточно просто замереть? Поняла. Чтобы убрать движение тела, и в конце положения нужно фиксировать 2 секунды, или можно меньше, и таз выше головы. Да, все, поняла вопрос. 2 секунды ничего фиксировать не нужно. Вам нужно замереть в исходном положении, то есть показать, что вы делаете его с точки, без раскачки, без дополнительных телодвижений, без волн. Пауза внизу, силовой подъем, пауза наверху. 2 секунды не держать ни первую, ни конечную точку не нужно, но вам нужно в конечной точке замереть, и убедиться, что таз вышел чуть выше головы. То есть параллель с таз на уровне головы здесь не сработает, нужно чуть выше. Мы завершаем тогда? Ребят, спасибо огромное, что вы были с нами. Я благодарю за невероятно указанную помощь Наталью Филатову, благодарю студию Майпл Спейс за предоставленные возможности и прямой эфир, Кристину Думанскую. Да, господи, давайте все просто помолимся на Полину Волчих за то, что она уже второй год подряд вот это все на себе вытягивает. Поэтому ждем ваших заявок, ждем ваших заявок на проживание, будем благодарны вам за помощь и за оказанную поддержку. Репосты под Мишкой, и до скорых встреч через месяц. Нужно делать уже.